20 лет, и не много, и не мало. Я даже представить себе не мог, что я буду поздравлять всех своих коллег с юбилеем. Процветание, хорошего взаимопонимания в коллективе. Продолжение тех традиций, которые у вас имеются на канале. Чтобы у вас всегда была прямая и правильная дорога с хорошими попутчиками, друзьями. Еще как минимум три раза постолько же, ну раз десять постолько же. Конечно же, мне хотелось, чтобы то, что будет сегодня частью подарка от администрации Ленинского района, мы воплотили в жизнь в кратчайшие сроки. Пусть это будет сюрприз. Сюрпризов, подарков и поздравлений не счесть, как в любой день рождения. Если у юбиляра и друзей не счесть, то праздник становится практически народным. 1 сентября 1995 года случился первый эфир. И понеслось. Мы монтировали, мы откроем страшную тайну, на двух бытовых видеомагнитофонах. То есть там все было очень просто. Волновались все, думали, как получится. Нас только поддерживало то, что у нас не такая большая была аудитория. Мы тогда всего-навсего на 4 тысячи абонентов показывали. На бытовых видеомагнитофонах и с волнением положили начало телекомпании всего несколько человек. Студия располагалась в кинотеатре «Искра» и была выполнена наспех из подручных материалов. Но главное – начать. Признаться честно, за эти 20 лет, что существует телекомпания «Видное ТВ», сделан такой огромный скачок. Начинали с обычных бытовых магнитофонов. И что, как сейчас оборудован в студии, какие журналисты работают – это просто небо и земля. Олег Федоров – один из немногих, кто в телекомпании почти с самого начала. Ходячая история «Видное ТВ». Директор Елена Бабина тоже из 20 имеющихся лет, 18, в рядах студии. Очень хорошо помню. Это было 2 октября 1997 года. Я была бланда, юна. А вообще молодость и юность – отличительная черта и сегодняшнего телеканала. Конечно, торжественная церемония еле вместила в себя все поздравления каждому, кто был причастен к процессу сбора, обработки и выдачи информационного материала в эфир. Телекомпания «Видного» – одна из лучших телекомпаний, одна из старейших телекомпаний и сильнейших. Могу сказать точно, что вам есть такой термин – удается часто пробить экран. То есть ты забываешь, где ты сидишь, и ты начинаешь сопереживать тому, что на экране показываете. Вы о чем говорите? Ну, в фестивальном движении «Братина», конечно, «Видное ТВ» играет значительную роль. Достаточно посмотреть уже на вот этот вот строй «Братин», когда входишь. Я-то сегодня уже даже обомлел. Неужели у вас столько много? Да, у нас их так много. У «Видное ТВ» 8 побед на фестивале телекомпании Московской области «Братина». Сегодня, в 2015 году, в нашем эфире 14 собственных передач о спорте, здоровье, музыке, молодежи, детях, известных земляках. Ну и, конечно же, ежедневные новости. Во сколько новости начинаются на «Видном ТВ»? Ой, вы знаете, я на работу прихожу в 7 утра, обычно включаю этот канал. Во сколько начинается выпуск? А я их смотрю в интернете. В 8 вечера. Не пропустите и вы. Ну и обещанный сюрприз от администрации Ленинского района. Сертификат в нем написано на проведение ремонта и приобретение оборудования. Проще говоря, телекомпанию ждет техническое обновление, а также новая современная студия. Это значит, что впереди много работы, много новых побед и новых героев. Татьяна Кременецкая, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова. «Видное ТВ».